Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. Как это часто бывает, вроде бы и лето только началось, а на дворе уже середина августа. А это значит что? Правильно, скоро в школу. К счастью, не мне. И хотя до 1 сентября все еще остается несколько недель, подготовка к новому учебному году в самом разгаре. Как и любое другое здание, школа требует ухода, и если это необходимо, ремонта. В разгар занятий это делать проблематично, поэтому профилактические работы всегда планируют на лето. Вот и в этом году и два ребята ушли на каникулы, в школьных стенах закипела работа. Специалисты меняли мебель, устраняли различные неисправности и дефекты. Теперь дело за малым. Показать, что было сделано, и получить у надзорных ведомств добро на возобновление учебного процесса. На этой неделе в Сарове стартовала приемка школ. На какие вещи в первую очередь обращают внимание проверяющие и по каким критериям оценивают готовность к 1 сентября, расскажем прямо сейчас. Совсем скоро коридоры Саровских школ наполнятся звонким детским смехом. Но вопреки обыденному мнению, все-таки первыми в классы входят не ребята, а специальная комиссия, которая проверяет, насколько учреждение готово к приему учеников. Комиссия у нас межведомственная, в нее входят представители МЧС России, государственной пожарной охраны, входят представители ОВД, а также наши специалисты, специалисты департамента образования, и специалисты Центра эксплуатационного обслуживания, которые осуществляют надзор над зданиями, которые принадлежат общеобразовательным учреждениям. Чистота и комфорт комиссия проверяет в буквальном смысле каждый уголок школы. Особое внимание обращают прежде всего на подготовку аудиторий, был ли проведен ремонт и соответствует ли кабинет установленным требованиям и стандартам. Если посмотрите мебель, как раз соответствует всем требованиям, мебель передвижная, то есть учитывают ростовые возможности учащихся, и по мере того, как они растут, мебель парка поднимается. Дальше класс оборудован полностью всем необходимым, в соответствии с новыми требованиями федерального государства образовательного стандарта. Не обошлись стороной пищеблок и спортзал – столярные мастерские. В школе номер 17 к новому учебному году подготовились основательно. В девяти кабинетах заменили мебель, установили новые питьевые фонтаны, туалеты привели в соответствие со всеми нормами Санпина. И, как и все остальные школы города, приобрели ученикам для занятий 3D-принтер. Некоторые кабинеты и вовсе полностью обновили. Некоторые кабинеты были полностью проведены здесь ремонт, полностью были покрашены сцены, земное электрооборудование и приобретены немного местные шкафы. Но особое внимание члены комиссии уделяют, конечно, безопасности. Сотрудники пожарной части проверяют, на своем ли месте висят огнетушители, нанесена ли на сцену в актовом зале огнезащитная обработка. А представители УВД – насколько здание соответствует нормам антитеррористической безопасности. Там довольно-таки широкий спектр требований, но самые основные моменты – это наличие системы контроля управления доступом, ну, в просторечии, которую мы называем турникетами, наличие видеокамер как в самом учреждении, так и в учебных аудиториях, в классах, в коридорах, в рекреациях. И требуют представители УВД, чтобы камеры были еще установлены и снаружи. Приемка школ только началась, а это значит, что большинству образовательных учреждений города еще только предстоит сдать этот нелегкий экзамен. Мария Руинч, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. В парке культуры и отдыха имени Зернова продолжается подготовка к будущей реконструкции. Напомню, в марте одновременно с выборами главы государства саровчанам предложили принять участие еще в одном опросе. Какую из городских территорий необходимо благоустроить в первую очередь? Больше всего голосов получил парк, на реконструкцию которого выделили 20 миллионов рублей. И уже к середине сентября горожанам обещают преподнести подарок. В парке построят сразу четыре новых зоны. Каких именно, расскажем в следующем сюжете. В парке имени Зернова в рамках проекта формирования комфортной городской среды предусмотрена только реконструкция детской площадки. 6 августа действующую закрыли. Сейчас здесь идет демонтаж существующих мафов. И совсем скоро это место обретет новый вид. На месте существующей детской игровой площадки появится современный комплекс с игровыми и развивающими элементами. Данная площадка будет безопасна для детей всех возрастов, а также будет доступна и комфортабельна для передвижения детей и взрослых маломобильной группы населения. Согласно проекту, стилистика новой игровой площадки будет выдержана в этнических мотивах. Будут использованы деревянные конструкции и металлическое оборудование. Лазательные сетки, детский экскаватор, домик на дереве, качели. Новый комплекс постарались оборудовать так, чтобы он понравился каждому. Зонирование детской игровой площадки будет поделено на следующие зоны. Это песочная зона, игровая, тематическая зона, лазательная зона и музыкальная зона. Также в каждой из зон предусматривается место для отдыха и ожидания родителей своих детей, чтобы им было комфортно. При разработке проекта учли и мнения жителей города. Часть из того, что не раз оговаривалось на общественных обсуждениях, нашло отражение в итоговой версии. Основные требования жителей – это была яркость, чтобы площадка была индивидуальной, имела яркий образ. Также жителям хотелось, чтобы она не была похожа на дворовые наши детские площадки, которые мы привыкли видеть в каждом дворе города Сарова. Также внимание жителей обращалось на комфортабельное времяпрепровождение как детей, так и взрослых. Также активно обсуждалось вечернее и ночное освещение, поднимался вопрос по видеонаблюдению. Общая стоимость работ по реконструкции составляет почти 20 миллионов рублей. Появиться новая игровая площадка для юных саровчан должна до 15 сентября. Демонтированные мафы планируют установить в детском парке на улице Сосина. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Нижегородская область стоит на пороге масштабных перемен. Уже несколько месяцев в регионе идет активная работа над стратегией развития области до 2035 года. Первый вариант документа составляли эксперты. Затем к работе подключили чиновников и представителей органов местного самоуправления. Итоговый вариант стратегии будут дорабатывать с учетом предложений и пожеланий самих нижегородцев. Одна из таких встреч на минувшей неделе прошла в нашем городе. Ее участниками стали члены Общественного молодежного совета при главе города. Каким, по их мнению, курсом должна двигаться Нижегородская область, узнали мои коллеги. Стратегия 2035 – это основополагающий документ, от которого зависит, как будет развиваться Нижегородская область в ближайшие десятки лет. Цель стратегии – улучшить качество жизни в регионе, а значит, в ее создании должны принимать участие все слои населения. К разработке проекта привлекают не только экспертные организации, но и всех, кто проявляет активную жизненную позицию. Губернатор реально заинтересован в предложениях, которые могут поступать от и руководства, и от депутатских собраний, депутатских городских дум, от администраций, просто от людей. И вот очень хорошо, что сегодня молодежь тоже в этом смысле сегодня здесь собралась. В проекте представлено 9 направлений, которые охватывают все сферы жизни населения. Первое посвящено продолжительности жизни и здоровью. В разделе физкультуры и спорта особое внимание уделяется вопросам управления объектами, которые были построены к Мундиалю, и созданию площадок для воркаута. И если первый прямого отношения к нашему городу не имеет, то второй в последнее время стал особо актуальным. И у активистов движения воркаута в нашем городе появились конкретные предложения. Хотел сборную площадку. Я был с резиновым покрытием, как тут на поигре писать. Ну, побольше. Ну, там просто идеально. После небольшой дискуссии было принято решение прописать конкретные предложения, как должны выглядеть зоны для занятий этим уличным спортом, и направить их к губернатору. После участники молодежного совета при главе города перешли к более глобальным вопросам, а именно программе строительства фоков в районах. Вот интересный вопрос. Стоит ее завершить? Все люди ждут в других районах, потому что там программа была на все районы. Конечно, вещь хорошая. И в этом плане, наверное, надо предложить все-таки завершить строительство. Мы готовы и по концессионной схеме его строить. Идем переговоры с инвесторами потенциальными. Причем с софинансированием города в это дело. Поэтому для нас это актуальный вопрос. Не обошли стороной и такой актуальный для молодежи вопрос, как образование. Даже трудоустроившись, многие юноши и девушки хотят получить второе высшее или просто повысить свою квалификацию. Но не каждый может совмещать учебу и работу. Продумать программу дистанционного обучения в ведущих вузах страны. Такое предложение губернатору сформировали участники заседания. Вроде бы сейчас направление на цифровизацию. И как раз для того, чтобы обеспечить стратегическую цель, равные возможности получения высшего профессионального образования, необходимы, конечно, онлайн-форматы. Предложений было много. Все они занесены в протокол и будут представлены и рассмотрены на стратегической сессии, которая пройдет 16 августа в Нижнем Новгороде. У вас тоже еще есть время повлиять на будущее нашего региона. Стратегии посвящен интернет-портал, на котором каждый желающий сможет ознакомиться с проектом, задать вопросы и внести свои предложения. Мария Ирунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Ветерану Великой Отечественной войны помогут приобрести жилье. На днях в городской администрации прошла торжественная церемония вручения документов о праве на получение социальной выплаты. Кто получил поддержку? Как в данном случае сработала программа помощи в улучшении жилищных условий и какую сумму выделили ветерану, расскажем прямо сейчас. 16 июля губернатор Нижегородской области подписал распоряжение о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья одному из самых активных и известных ветеранов нашего города – Николаю Васильевичу Финько. В апреле этого года, 2018 года, Финько Николай Васильевич, 25-го года рождения, являющийся инвалидом войны, был поставлен учет в качестве нуждающегося, документы по нему были сразу направлены в Министерство социальной политики Нижегородской области. На основании нашей заявки министерство запросило средства федерального бюджета на обеспечение его жильем. И уже сегодня Николай Васильевич – обладатель документов, которые дают ему право приобрести новую квартиру на сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Я очень рад, что мы нашли решение этого вопроса. Я вас поздравляю с тем, что вы такой заслуженный человек, известный человек в нашем городе, ветераном инвалидов Великой Отечественной войны, что мы исполняем свои обязательства перед вами. Спасибо. И желаю вам, чтобы это вам пошло на пользу. Приобрести новую квартиру Николай Васильевич должен в течение трех месяцев. Специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом окажут семье-ветерану полную юридическую поддержку до завершения сделки по приобретению жилья. Мария Рунич, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Родителям юных саровчан напомнили об изменениях. С 7 августа медицинское обслуживание больных детей, а именно вечерние вызовы, из детской поликлиники передали в отделение скорой медицинской помощи. При необходимости вызвать врача к ребенку после 14 часов саровчан просят обращаться по телефону 03 или 103. Чем вызваны такие переменные и когда все вернется в привычное русло, узнали наши корреспонденты. Теперь с понедельника по субботу включительно после двух часов дня при заболевании ребенка нужно вызвать не участкового врача, а скорую. Прибывшая бригада оценит состояние ребенка и если не требуется госпитализация, то врач назначит лечение и даст рекомендации по обращению к участковому педиатру. Либо если состояние ребенка этого не требует, будет назначен актив участковой медсестре, которая придет, оценит тоже состояние ребенка, либо его она пригласит на конкретный день на прием в детскую поликлинику, либо если она видит, что состояние ребенка требует повторного осмотра врача, сделает актив участковому врачу-педиатру. Больничный лист будет оформлять участковый врач. Ежедневно сотрудники детской поликлиники проводят сверку с КБ-50 и все данные о вызовах скорой к ребенку заносятся в медицинские карты детей. На основании именно карты вызова скорой медицинской помощи на следующий день участковый врач по решению врачебной комиссии оформит необходимый больничный лист именно с того дня, когда они вызывали скорую помощь. Вызвать врача к заболевшему ребенку можно по телефону 03-6-0104 или с мобильного 103 и 112. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Август – пора, когда жители города все чаще отправляются в лес за грибами. Бывают случаи, когда такой поход оборачивается трагедией. Человек настолько далеко заходит чаще, что уже не может выбраться оттуда. Как бы хорошо вы не знали местность и ближайший лес, все же нельзя исключать опасность и заблудиться. Поэтому, если вы отправляетесь в лес, возьмите с собой минимальный набор, который совершенно не отяготит, но поможет сохранять здоровье или даже спасти жизнь. Специалисты МЧС и волонтеры рекомендуют всегда брать с собой минимальный набор, который в экстренных случаях поможет продержаться в лесу несколько дней. Медикаменты, вода и еда обязательно, даже если вы не планируете быть в лесу дольше двух часов. Заряженный телефон, спички, даже если вы не курите, спички или зажигалка положить в карман тоже, веса никакого нет. Удобная и практичная одежда – еще один важный аспект, о котором стоит подумать, отправляясь в лес. Зачастую грибники отдают предпочтение камуфлированной расцветке. Этот выбор становится грубейшей ошибкой, так как в таком обмундировании человек сливается с местностью. И если он заблудится в лесу, такая одежда только затруднит его поиск. Если нет яркой одежды, можно поверх одежды одеть вот такую накидку. Сейчас она в любой машине есть. Ее несложно накинуть, она не мешает, весит немного и в ней не жарко. Компас, складной нож, репелленты – все эти вещи не занимают много места в рюкзаке, но помогут выжить в дикой природе и дождаться помощи спасателей. Специалисты поисковых отрядов рекомендуют не тратить силы, бесконечно блуждая по лесу, а найти какой-либо ориентир и при возможности описать его волонтерам или родственникам по телефону. Если человек заблудился и натыкается на речку или дорогу, ни в коем случае нельзя ее пересекать. Нужно или оставаться на месте, или идти вдоль этой дороги. То есть дорога в любом случае куда-то приведет. Спасатели и волонтеры всегда работают со специально обученными собаками, которые улавливают запах человека. Обнаружив заблудившегося, четвероногий помощник громким лаем обозначает местонахождение человека. Это значит, что через несколько минут к нему подойдут специалисты и окажут необходимую помощь. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Ну а если человек все же потерялся, в дело вступают профессионалы. Чтобы не терять форму и отточить навыки, они проводят учения, тренинги и участвуют в состязаниях. В Володарском районе прошли соревнования поисково-спасательных расчетов кинологической службы МЧС России Приволжского федерального округа. В них приняли участие 14 команд, в том числе представители нашего города. Три этапа личного первенства Сергея со своей четвероногой помощницей прошли на отлично. Сначала продемонстрировали судьям послушание и ловкость хиты. Затем приступили к поиску условно пропавших и потерявшихся в условиях леса этих на генном завале. И был еще четвертый этап, он называется «Командный поиск». Когда вся команда в сборе собирается и ей дается какой-то участок, там неизвестно сколько пострадавших, сколько статистов. В условиях ограниченного времени нужно было не только найти всех людей, но и оказать первую помощь. А на финише судьям нужно было представить фото всех обнаруженных статистов. ХИЦ справилась с такой трудной задачей, чем заслужила особую похвалу от жюри конкурса. Это молоденькая у нас собака, но уже начинает хорошо работать. То есть, как сказали судьи, собака выросла. Четвероногая спасательница всего три с половиной года. Благодаря своим природным данным и умелой дрессу, рехит уже не в первый раз завоевывает призовые места на соревнованиях. На 12-х открытых региональных сертификационных соревнованиях поисково-спасательных расчетов МЧС России Приворского федерального округа она продемонстрировала все, на что способна в условиях, приближенных к реальным. В этот раз она в личном первенстве первая стала везде. Лес, техногенка и общий зачет. Несмотря на то, что Сергей не в первый раз принимает участие в конкурсах, сложности все-таки были. Самое главное – нужно было сохранять хладнокровие и не показать собаке своего волнения. Собаку, наверное, все-таки нельзя обмануть. Выделяемый адреналин собака прочувствует на раз. Если от человека можно спрятать свое волнение, от собаки не спрячешь. Экзамен на профпригодность пройден. По итогам прохождения этапа в ХИТ получила допуск к поисково-спасательной работе. Первое место в соревнованиях – это не повод почивать на лаврах. Кинологические расчеты постоянно оттачивают свое мастерство и проводят еженедельные тренировки с волонтерами по поиску человека в лесу. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В жилищном комплексе «Саровская ривьера» с успехом прошел дебютный фитнес-уикенд. Тренеры клуба «Броска фитнес» провели для саровчанок занятия по зумби, функциональному тренингу и бодибалансу. На мастер-классы пришли как опытные спортсменки, так и только начинающие приобщаться к фитнесу девушки. Упражнения изначально были спланированы так, чтобы с ними могли справиться даже новички. Доброе утро! Поехали в воду! Выдох! Еще раз! Вдох! Три часа спорта на свежем воздухе для этих девушек – это лучший вариант, как можно провести утро выходного дня. Желающих принять участие в фитнес-марафоне оказалось немало. Юлия Аношина на уикенд пригласила подруга. И, как признается спортсменка, она ни разу не пожалела, что пришла. Тренировки прошли весело и интенсивно. Несмотря на то, что я вообще первый раз сюда пришла, но почувствовала очень дружелюбную атмосферу, которая способствует занятию. Здесь очень красиво, очень зелено, плюс еще очень дома красивые. Соответственно, даже присутствие речки рядом, набережная красивая. Поэтому я думаю, что место они выбрали очень удачное. В фитнес-вукенде приняли участие новички и те, кого уже можно считать опытным спортсменом. Татьяна Сластина – постоянный клиент клуба «Броска фитнес». Спорт уже давно стал неотъемлемой частью ее жизни. И провести воскресное утро на тренировке, пусть даже под жарким солнцем, для нее не проблема. Я уже шестой год занимаюсь, поэтому мне уже без этого никак не жить. Мне очень нравится этим заниматься, поэтому уже как бы привычка, уже не лежится дома, встаешь, уже бежишь на тренировку, уже знаешь, что будет сейчас и бодрость, позитив, общение с девчонками – это так вообще заряжает энергией на целую неделю. Спортивный марафон под зажигательную музыку продолжался около трех часов. Для участниц организаторы подготовили обширную программу из трех мастер-классов. Начались зумбы и аэробики, а зарядившись энергией спортсменки перешли к силовым упражнениям – функциональному тренингу. Прыжки, отжимания, приседы. Чтобы добиться результата, участнице пришлось выложиться на максимум. Они крутые! Они молодцы, девчонки молодцы пришли, не поленились. Поднялись пораньше. Мы видим прогресс занятий фитнесом. Люди в городе больше стали этим интересоваться. Для них движение стало действительно частью их жизни. И наши клиенты, постоянные девочки, они не могут просто жить уже без фитнеса. И заключительный мастер-класс – бодибаланс. Это направление включает в себя йогу, стрейчинг, пилатес и, конечно, релакс. И, по мнению участниц, когда эти упражнения проводишь не в спортивном зале, они приносят двойное удовольствие. Занятия на свежем воздухе еще больше стимулируют и мотивируют. И после этого очень хорошее настроение, на самом деле. Это лучше, чем тренировка в зале. А вообще посмотрите, какой здесь прекрасный вид. И газон, и все. И, в общем, ревьера супер. Фитнес-уикенд от броска фитнес никого не оставил равнодушным. Мастер-классы получили большой отклик среди соровчанок. А это значит, что организаторы постараются теперь как можно чаще проводить подобные открытые занятия. Последний летний месяц неизменно радует соровчан хорошей музыкой. Уже в следующую субботу, 18 августа, на танцевальной площадке парка культуры и отдыха имени Зернова пройдет главный городской опен-эйр. Зато рок-2018. На сцене выступят как ветераны, так и новички соровской сцены. По самым скромным оценкам, поддержать музыкантов придут несколько сотен горожан. Но это все впереди. А пока до феста еще остается время, соровские рокеры не упускают возможности выступить на других, пускай даже более скромных площадках. На днях в детском лагере «Березка» прошел квартирник. Небольшой, но очень атмосферный. Мальчишки и девчонки из детского лагеря «Березка» привыкли к таким концертам без повода. И заходя в актовый зал, уже точно знали, что это будет вечер хорошей музыки. Очередной акустический концерт в формате «Квартирника» для детей музыканты проводят уже третий раз за каникулы. Этот «Квартирник» просто квартирник от короткого замыкания студии, в которой мы занимаемся. И, собственно говоря, приезжаем к детям в лагерь играть музыку. Каждый из участников коллектива вносит свой вклад в создание песни и отвечает за свое направление. Бас-гитарист Данила Балиевский считает, что язык музыки понятен людям всех поколений. И даже дети могут принять и оценить стиль и репертуар группы «The Line Break». У нас группа одна, но песни могут быть в разных стилях. То есть несколько песен могут быть сыграны абсолютно в разных стилях. Музыканты тщательно подошли к подбору песен для «Квартирника». Спят «Телефоны», «Добро» и многие другие композиции, которые уже стали хитами среди молодежи нашего города. Для детей помладше исполнили песню «Разбойников» из мультфильма «Бременские музыканты», за что были вознаграждены шквалом аплодисментов. Дети разного возраста с первых аккордов приняли позитивное настроение музыкантов. Громкие аплодисменты и одобрительные возгласы сопровождали каждую песню. Одни впервые познакомились с репертуаром группы, другие знают песни наизусть. Услышав знакомые слова, ребята подпевали, танцевали и снимали видео на свои телефоны. Я вообще первый раз слышу эту группу и я думаю, что я ее вообще буду слушать на самом деле. Очень классно. Классно очень, даже не хочется хлопать, просто хочется наслаждаться музыкой. Мне очень нравится. Советую вам тоже приходить на личные концерты. Это единственная музыка, которая со смыслом, то есть это прям ухо, приятно слушать. Свой репертуар, тот, который, собственно говоря, мы на сцене часто не играем, когда в электричестве, а играем вот только в квартирниках именно такие вещи. И здесь то же самое. Рок в Сарове жив. Участники квартирника уверены в этом на все 100%. И готовы подтвердить это. Более подробно о рок-музыке нашего города, об авторах и исполнителях Андрей Кочкин расскажет в свежем выпуске соседского Wi-Fi. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Поп, соу, джаз, R&B, рок, лаунж. Известные и многими любимые композиции в живом исполнении воскресным вечером 19 августа прозвучат в прайме. Саровская исполнительница Екатерина Голубовская готовит для горожан приятный сюрприз. Двухчасовую программу, рассчитанную на ценителей качественной музыки. Пока это первый подобный концерт в клубе, но вполне вероятно, такие мероприятия станут доброй традицией. До выступления полторы недели Екатерина тщательно прорабатывает свой репертуар. Поп, сол, джаз, R&B, рок, лаунж. Композиции исполнительница подбирает так, чтобы угодить всем гостям музыкального вечера. На любой вкус и цвет. Преимущественно спокойная, поскольку мы хотим создать обстановку для людей, чтобы они могли спокойно пообщаться, покушать. Но также, если они захотят потанцевать, обязательно что-нибудь найдется. Программа, которую планирует Екатерина, живая. Это значит, что вокалистка, чувствуя публику и реагируя на ее желания, будет варьировать репертуар выступления. Гостей клуба ресторана «Прайм» ждет по-настоящему атмосферный и теплый вечер. Хорошая музыка, изысканная еда и уютная обстановка. Что еще нужно для идеального воскресного вечера? Нам нравится обстановка. Здесь, мне кажется, отличная атмосфера, подходящая для и живой музыки, чтобы люди отдохнуть могли. Совместный музыкальный проект ресторана «Прайм» и вокалистки Екатерины Голубовской. Акция «Неразовая». Такие вечера живого звука обещают стать доброй традицией. И, как уверяет сама Екатерина, программа выступлений будет все время меняться. Пока только, можно сказать, сольная программа. А в дальнейшем, надеюсь, если это переживется все дело, мы будем приглашать еще различных творческих людей. Воскресенье, 19 августа, 18.00. Живой звук в клубе-ресторане «Прайм». Заказ билетов – 31.345. Бронирование столов – 6.75.05. Саровчане продолжают активно сдавать нормативы комплексы «Готов к труду и обороне». Среди привычных видов спорта, таких как прыжки, пресс, наклоны, бег на различные дистанции, которые представлены в комплексе ГТО особняком, стоит одна из самых военизированных и сложных дисциплин стрельба. Сдавать этот норматив можно как из пневматического оружия, так и электронного. Какой вид выбрать и в чем их существенная разница, расскажем в следующем репортаже. Максим Бердов на огневой рубеж пришел сразу после кросса на 3 километра. Молодой человек уверен, что если готовится заранее к сдаче тестов комплекса ГТО, то можно и пробежать как надо, и пострелять, и при необходимости еще и гранату метнуть. Когда встал выбор, из какого оружия сдавать норматив по стрельбе, выбрал электронное и не прогадал. Это уже другая стрельба, здесь нет отдачи, здесь все как-то плавнее, здесь проинструктируют все дела. Если же стрелять из пневматики, то все равно какой-то фактор отдачи и прочие факторы все равно не роль играет. Сдача норматива по стрельбе из электронного оружия достаточно простое дело. Подходишь к рубежу, тебе дают 3 пристрелочных выстрела, ты их можешь произвести очень быстро, после чего производишь 5 выстрелов на зачет. Оказалось, что с первого раза неподготовленный человек вполне может выполнить тестирование, ну если не на золото, то на серебро наверняка. С пневматической винтовкой так не получится. Чтобы выбить заветные 25 очков на мишени, придется походить на тренировки. Проще для населения, конечно, стрельба из электронного оружия, не требует такой большой подготовленности. Пришел, прицелился, нажал на спусковой крючок и результат уже сразу на компьютере видно. Конечно, метко стрелять такой спортивный аттракцион не научит, но если вы ставите себе цель получить золотой значок, то стрельба из электронного оружия – это тот путь, к которым стоит пойти. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. До финала чемпионата города по футболу осталось всего 6 туров. Это значит, что обладатель Кубка города будет известен уже совсем скоро. Но пока команда продолжает вести упорную борьбу за заветные очки, В очередном матче на центральном поле стадиона ИКР встретились течи работа охранять сон и спокойствие горожан. Команда «Динамо УВД» и «Динамо» – воинская часть. О том, как прошел матч, расскажем в следующем репортаже. «Динамо УВД» и «Динамо ВЧ» – давние соперники на футбольном поле. Они уже не раз встречались в рамках городских чемпионатов. Футболисты сборных знают сильные и слабые стороны друг друга, что позволяет им на ходу менять тактику и корректировать игру. Команда УВД, проиграв военнослужащим в первом круге, ко второму кругу обновила состав. Николай Сафронов в связи с болезнью не вышел на поле, но пришел поддержать своих сослуживцев. На второй круг мы усилили свою команду молодыми ребятами, которых пригласили. И надеемся, что команда «Динамо» во втором круге будет выступать гораздо удачнее, чем это сложилось в первом круге. Обе команды провели небольшую разминку перед игрой и выслушали наставления тренеров. Каждая сборная вышла на поле с установкой «Только победа». Турнирные таблицы команды очень близко подходят к тройке лидеров, поэтому заветные три очка необходимы всем. Но все-таки сборная воинской части опережает «Динамо» в ВД пачкам. «Динамо» в ВЧ – одна из претендентов на победу в этом чемпионате. Сильная команда, имеет ряд хороших футболистов, обладающих хорошей техникой и физическими данными. Командовая на случаях перед выходом на поле отметила комфортные погодные условия, так как в этот день жара спала и прошел небольшой дождь. Сергей Румбаев, центральный полузащитник «Динамо» в ВЧ, анализируя проведенные игры в рамках городского чемпионата, считает, что этот матч будет интересным и предсказать результат заранее нельзя. Я думаю, не сильно тяжело будет в плане физики, но в плане борьбы с соперником, то, естественно, команда хорошая, неуступчивая, борьба будет. Матч начался с активных атак. Обе команды пытались сломить защиту соперника и забить гол. В первом тайме это удалось сделать военнослужащим. На перерыв футболисты ушли со счетом 0-1 в пользу «Динамо» ВЧ. Сборную ВД во втором тайме отыграла забитый гол. Но команда дивизии в этот раз оказалась сильнее, и в ворота соперников ими был заброшен еще один мяч. Итог встречи – 2-1. Елена Грецко, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Сарову-24. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова